Россия! Россия! Не прогадайте. Если с Россией будете, то не прогадайте. Россия, у меня родители с Россией, я с Украиной. И мы здесь. Я же как-то помогу. Слава Украине, героям слава! Перемога будет за Украиной! Музыка Можно к вам в гости? Не помешаем? Нет? Хорошо. Приезжают многие родственники и все. К нам сюда даже. Террас были многие. Даже к нам домой уже приехали родственники. С Одессы. Хотя там родни очень много. И у многих все почти родственники. Потому что моя мама, например, не с Украины. Поэтому роднят она с нами все. Тяжело, потому что не знаешь, что будет. Ну просто в 92-м я сама была на Украине. Мама отправляла. Еще я тогда была девчонкой. А сейчас уже просим у них все равно. Не все могут приехать. Ну вообще-то, если честно говоря, миротворческая армия, мне кажется, не допустят они конфликты. Если затронут это все, то тогда уже точно что будет. Но пока контингент здесь, то спокойнее все будет. Поэтому надеемся, что будет спокойно. Власти вообще держат нейтралитет. Они даже не выспались за весь, ни в какую, ни в чью поддержку. У них нейтральная сторона. Потому что у них, у самого главного нашего держателя холдинга, бизнес в Молдове, бизнес на Украине, ему не выгодно в какую-то сторону подделать. Ну, в принципе, Россия нас очень поддерживает. За газ, как говорят, мы не платим, мы платим. А вот налоги от шерифа, от всего этого нет. Их вообще урезает налоги. Мы за газ платим, за все платим. А у них налоги. Они не платят. И уже на Приднестровье всех больших долг. Я еще выскажу, чтобы потом мне ничего не было за. Смотрите, ребята. И меня спасали. Мне кажется, что каждый здравый человек будет за то, что будет. Понимаете, у нас в 92-м была война. И поэтому мы знаем, что такое война. Я сама помню, как мы сидели в подвалах. Так что я знаю, что это страшно. Мне кажется, что здесь все люди за них. Они за народ. Вот все. Кого не сможет, все за них. Ну, прям. Что Россия, вот я говорю. У меня родители. Один из соседей с Украиной. И мы здесь. Все за них. Какая сторона, если мы все. Я думаю, что Россия будет с Украиной. Россия. 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 Не прогадавите, если с Россией выйдет, не прогадавите. Мы тихо, как это вот, в трубе. Нас россияне держат, охраняют, никто ничего не рыпает. Да если бы не они, нас бы уже здесь смяли, мы бы уже натворили пиво. А так Россия нас держит и все. За щит, защит. У нас просто нет выхода туда, к России. Молдова не разрешает вылетать, потому что там у них только аэропорт. У нас аэропорта нет. А Украина там тоже свои дела творит, и потому и такие дела. А сейчас с Украиной разберутся, сделают выход туда, до России. И все, и мы будем спокойно ездить, куда хотим. Ну скорее всего вот так, потому что иначе никак. Нас бы признали, но толку. Россия бы нас признала, но получится, что у вас там за границей, и тогда посчитает, что Россия захватывает землю. Нет, если начнется, то что-нибудь будет. Конечно, сто процентов. Однозначно. Здесь практически все сказали, что да. Президент наш сказал то, что он на нейтральной стороне. Он и за Украину, и за Россию. Ну на нейтральной стороне, я считаю, надо оставаться всегда. Когда ты не знаешь всей ситуации, надо оставаться на нейтральной стороне. И не быть ни за кого. Ну просто вот. Ты из-за того, из-за того. В интернете иногда мелькают. Новости российские, которые у нас и по телевизору показываются. Украина же по телевизору. Смотрю украинских блогеров и что-то всплывающее в интернете, а там совершенно иная картина касается. Поэтому я не буду ничего сказать. Судить как-то об этом. Держи. Ваша большая часть ингредиент. Здесь? Да. Это вроде как-то из патургета показано. Мы видим постарше. А не патургета. Парень. Парень, мне кажется, что. Что только одна сторона. Но никто с этим ничего сделать не может. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка А попробуй выйти, что это на помощь для этой системы. Сразу могут им решить статью и все. Мы уже запретили недавно обращаться по правам человека, если какие-то обращения в прокуратуру Молдовы, Украины, либо в Европейский суд. Они недавно приняли перед этим, что на Украине приняли этот закон. Так что нас ограничивают. Так что лучше судить. Украина там, до нас не дойдет. Молдова тоже там, Молдова что ли. Мы в середине, мы никому не нужны. Нужны, нужны, не переживайте, нужны. А мы? Ожидайте. Что будет, то и будет. Что же делать? Куда идти? Чтобы вы не увидите. ТРАНСИНСТРА 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 РУСИА Вемся, что Cloud, Украина Украина История Молдова Молдова Путина в Одессе и в Оркателе трещинку асси. У нас есть граница, чтобы Кишинэлсов и мало места у нас. Очень все напряжено, люди, соответственно, ну как вы сами понимаете, что такое напряжение, когда люди не знают, что реально происходит и ждут у каждого из присутствующих свои надежды и свое понимание. Все очень боятся, что война, не дай бог, конечно, может перекинуться и на Приднестровье. Это первое. Соответственно, все, кто мог, по крайней мере, выехать или уехать, переместились. Города полупустые просто. По крайней мере, я говорю про Рыбницу. Очень серьезная проблема сейчас назревает с бюджетом Приднестровья. То есть те социальные обязательства, которые есть у государства, ну в данном случае я говорю о Приднестровье, как о государстве со своими обязательствами, есть серьезные проблемы с поступлением в бюджет. Соответственно, а это вы сами понимаете, это и бюджетники, это и пенсионеры. То есть инфляционные ожидания большие, люди на основе этого стараются перевести Приднестровские рубли в доллары, а это, соответственно, вызывает рост курса. Начинаются проблемы, в частности, по государственным обязательствам через государственные унитарные предприятия. Люди прекрасно понимают, либо не понимают, но на подсознательном уровне все равно осознают, что что-то должно произойти.